всех приветствую с вами я веган христолюб у нас с вами сегодня видео оба льве николаевич толстове поводом для записи это видео явилось мое общение с неким ваней веганом мы уже общаемся не знаю сколько год может как-то менее тоже мне они я не помню уж как мы там где познакомились в интернете как добавились друзья у нас есть ним даже беседа мне тогда звонил сам предложил записать публично одна или две мы с ним даже записать 4 не помню кому интересно ссылку на канал беседах с разными людьми я она есть всегда в описании есть не забуду закреплю в первом комментарии и добавлю в первом закрепленном комментарии если что пишите в личку или в комментариях ниже под роликом я если забыл напомните мне я добавлю кому интересно мои беседы всякие разные а по поводу льва николаевич толстого вообще ну и ваня мы с ним просто за разные вещи общались и он как бы сказал такую фразу что и ну как бы я пришел к истине через библии а он вот через художку через художественную литературу как бы через философию вот это все но первых я его поправила и всем сюда говорю я пришел к истине не через библию и к богу я пришел не через библию я рассказывал свою жизнь она началась и мой мой путь покаяние и совершенство в христе начался не с чтение библии а мне открылся господь на неких я ходил некие курсы сел по массажу потом по народной медицине это мне бог явился и именно он мне сказал купить библию поэтому есть огромная разница между тем что я узнал бога через библию или я библию узнал через бога это очень важно да я говорил об этом тоже что и именно потому что я узнал библию через бога они наоборот да у меня такое и правильное истинное представление о боге об истине это очень важно да потому что библия она не истина это не слово божье это очень важно понимать это библиотека прямой перевод греческого слова библио библиотека сборник книг набор книг да кем-то написаны кем-то переписаны перед переведенные перетолкованные собранные до которую мы сейчас имеем имеем эту библиотеку это лишь писание человеческие это очень важно понимать вот как и все остальные писания человеческие на земле и бог который мне открылся бог всего сущего творец снега земли по образу подобию подобию которому создана оказался кто вечной жизнью свободы и любовью именно это моя встреча и познание его сущности пусть я тогда не все до конца понимал я рассказал что пребывал его любви радости свете вечности свободе да именно познав все это пережив ощутив я все это я и через эту истину я и смотрел на все на всю историю жизнедеятельности человека на всю историю со от создания мироздания что мы все люди творили до что я творил все эти проще вещи именно поэтому и на библию кто давно мне смотрит знает я так выражался что начал конечно не до конца понимал зачем меня бог повел все через библию религиозным путем до открывал мне все религии все секты но именно для того чтобы я стал до для них кем для них стал проповедником да именно поэтому поэтому я все это глубоко изучил прошел этот путь потом не стало все это очевидно бог мне все это явно открыл это раз по поводу знаете я сегодня ведь и буду про странно как всегда но я всем рассказываю что youtube знаете youtube когда-то начинался кто не знает с оппозиционировать себя как телеканал одного человека да то есть ты и режиссер ты и сценарист и исполнитель ты и монтажер ты обработчик и программист и все на свете да вот сейчас конечно youtube превращает все такое телевидение такой же скоро она будет таким же поганым нами как и современные телевидения во всех странах мира пока еще как-то держится да и я всех всех всегда поэтому и себя свой канал оппозиционировал как дневник мой личный дневник который я позволяю читать тем кому позволяю но по сути всем да вот разрешаю доступ кто-то может писать и доступ и ролики можно делать по ссылке канал свой можно сделать так скажем по ссылке до доступным есть там можно вообще делиться только на почту ссылкой так называемые то есть чуть и почту укажешь только человек может посмотреть это видео то есть youtube дают такие инструменты и каждый пользуется по-своему да ну по сути я пишу личный дневник который с которым которым делюсь с каждым до плюс это видео хостинг это видео архив да ты можешь загружать или ссылку там день в телеграме давай только людям да еще в мессенджер в какой-нибудь группе какой переписки частные это просто архив твоих записей куда ты еще выложишь такие объемы да это большой видео хостинг самый большой и самый первый лидер пока конкурентов даже у которого нет не говоря о том чтобы уже там даже был быть аналогами или лучше него дам то есть он лидер в этом плане вот и я тоже самого не говорил он сейчас завел свой канал в ю тубе в телеграме с не забуду дам тоже ссылку он как раз просто выложил из чего наши еще общение по толстому вообще я сейчас я так плавно вас и долго как себя подвожу предисловием как тому почему я этот ролик записываю о чем он будет ваня записала аудио формат книги лива николаевич толстого ходите во свете пока свет вот просил тоже моего там мнение мыслик что я думаю по этому поводу вот если сдаваться не буду это наша просто переписка ну и вот как бы мы просто на тему стали еще общаться за льва толстого как бы за все это по концовке мы там заговорили ну а в нем я начал говорить свои мысли что типа толстой там отрицал вечную жизнь поэтому конечно он как бы хорошо он там за любовь топила за пацифизм и был вегетарианцем или веганом кто теперь узнает вот и начали я начал это вечная жизнь еще раз мы как бы ваня мне оппонировал то скажем ну то мы короче беседовали я сам решил вспомнить все взял что он все-таки вечную жизнь не верил потому что ваня стал говорить что вроде как верил я еще раз потыкал я сегодняшний ролик конечно посвящу льву николай толстому но не такой будет банальный как там а родился вырос жизнь нет не об этом будет абсолютно видео ты меня как минимум преследую еще одну цель помимо того что кое-что о нем рассказать показать именно людям которые алчат и жаждет истины правды божьей да как на 2 я мысль я затрону такие аспекты вот опять истории как не относиться к личностям как относиться в том числе даже к евангелия к иисусу христу богу любви являвшемуся в плоти то есть все вот это хотя мы толстого однозначно поговорим и почему я хотел я уже ролик так как мы с вами сейчас вы узнаете о чем мы и про вечную жизнь я кратко скажу да я уже даже вот значок состряпал и следующее видео я думаю за этим выйдет вот уже толстой о смерти и жизни о вечной жизни бессмертия смерти обо всем этом но я решил все-таки записать просто лев толстой и глазами вегана христолюбца или вегана христианина я кры не столько а прямо о нем прям конкретно разбирать по полочкам сколько как сделать такое вы меня знаете я рассказывал как у меня бывало время там спросят про йогу что ты думаешь и льда про буддизм я сначала с одного ролика потом 3 закончил вспомнит восьмеричный пути 30 сколько там роликами больше 30 роликов да и так по многим аспектам да здесь тоже самое вот мы с вами поговорили договорились за того что я по толстому решил записать но не знаю насколько это получится курс какой-то но почему-то меня видите на душе легло что над ним роликом не закончится и я решил все-таки сделать первое обозначающие отделить его общий ролик сделать а потом уже возможно взгляды льва толстого на что-то тут почему в принципе я ну как бы забегу вперед скажу да к толстом я хорошо отношусь и к его трудами хорошо отношусь но есть одна проблема почему я столько времени больше шести лет на ю тубе в интернете почему я никогда толстого практически не цитировал и и и и ничего по нему не записывал и вы знаете у нас есть канал христолюб кто не знает тот узнает чтение библийных писаний ну или коротко там называю христолюб веган библийные писания но подруга чтения с моими комментариями всех этих книг меня целиком записана библия помимо библии записан коран вот восьмеричный путь он продал на этом канале у меня случайно я так не знал что из одной проповеди такой курс получится я бы конечно на той на том канале он там более уместен был записать вот и я несколько тоже художественные этом сказки могу кто знает несколько веганских сказки там зачитывал у меня там есть из предания антони великий жизнь его наставления письма да то есть книги которые я читаю я как бы записываю их немного ну и немало как ведь одна библия что стоит я всегда говорю что навряд ли вы может быть есть на ю тубе кто-то кто всю библию зачитал с комментариями кто знает есть такой проповедник назвать его полуправослав не знаю игла игнать тихо лапкин но его иглой иглой некоторые называют папа прозвищу вот то он выпустил свой труд я забыл как он тоже вас учетом во свете библии ясным оком что тоже такое помните да и он выпустил толкование у него сколько там сколько 90 томов илья я могу цифра ошибиться может мне кто знает поправить я не стал перед роликом я особо все сценарии не пишу говорю так поэтому могу что-то забывать в своей жизни естественно и вот он выпустил и помню вот у него есть я знаю этот том он там все хвастается в какой библиотеке там лежит у него то ли московской кто знает по на новый завес частности есть толкование я на златоуст одно из больших и крупных по нему еще есть фиафилак болгарский который уже pant plays по по паяну златоуст сидел фиафи лаги так и такое то есть он он почти дословно цитирую анон ауст еще свое добавлял так вот егоантих шлаткин сделал еще свое толкование на толкование ССР который делал толкование на злотоуст который думал какой забот я думаю звучит уже понятно то есть такие знаете подстройки то есть ну как бы крупным шрифтом евангелеса вы итак можете знаете как его окулиста мы смотрим помните там все меньше меньше шрифты мы читаем до чтобы понять как у нас зрение вот по моему в его книгах даже подобно я их не видел вживую у него даже подобным текстом даже подобным методом выделено писать не как бы по жирным чуть ли не евангелие там анзотовская филак болгарский и его там кто видел у него там такой получилось внушительное собрание сочинение его никто никогда в жизни не прочтет да я на самом деле хоть и подсмеиваюсь на тех челапкиным на самом деле кто видит мой контент на ютубе единственное чем говорю я не обладаю мне нет дара писания мне очень я пишу конечно я могу кто знает меня есть немножко статей там я некоторые ролики делал по своим текстом даже подкастом записывал но это редкость мне это очень тяжело дается мне она это очень много уходит времени мне мой формат это вот свобода слова но учтение с комментариями да я даже сегодня буду пользоваться статьей случайно с интернетом не даже вот что-то минимум набросать мне тяжело у каждого свои дарования свои таланты вот у меня нет этого писательского дара хотя возможно лев николаевич толстой это я в прошлой жизни да но видите каждая жизнь она имеет свои дарования и таланты и вот короче писательского у меня нету да но при этом видео формата видите сколько тоже я за более шестилетнюю проб служение своей на ютубе оставила труды их уже неизвестно способен ли кто их всей исследовать это не просто так с об этом говорю сейчас поймете к чему это тоже важные все вот эти вещи набрасывал сейчас эти пазлы разбрасываю с коробки до вытряхиваю сейчас мы будем их собирать вот и по поводу льва николаевич толстого поэтому вы знаете у меня было желание и я принципе у меня было в планах я не знаю я немножко от них отказался вообще на библии в принципе я планировал даже канал уже потихоньку так скажем к завершению к логическому подводить да потому что особо у меня уже нет ничего желания я я я уже я очень много читал я где-то вот с покаяния с 27 лет и вот до там 35 лет 8 я очень много читал я стала читать столько вот как меня все это к истине потянул как бог не открылся я очень много все перечитал из из религиозных трактатов из философских и из художественной литературы за восемь лет я думаю что я прилично прочитал я холостой я всю свою жизнь это он посвятил вот такую сознательно назовем я поспокоенную да я все свел к минимуму своей жизни там труды заботы работы обременение все да я я за эти восемь лет столько сколько многие люди за все за не ни одну жизни не 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 следует да вот я все это конечно исследовал изучал но я рассказываю что буквально уже последние года вот я евангелие даже не читаю несмотря на то что я его до сих пор я решил все-таки закончить второй круг нового завета не целиком ну хотя бы у меня просто марка второй круг есть и второй раз пару круг как я называю и и матфей я сейчас иду кто смотрит мои эти видео знает вот даже верю целиком и даже желание особого нет туда ветхий это очень молчу вот и и книг которые я хотел бы зачитать не так но когда-то я хотел клайва льюис у меня к нему тоже очень хорошее отношение зачитать и просто христианство хотя бы и ну хотя у льюис я даже несколько хотел книг ну с годами что-то я их когда переслушиваю перечитываю читать я уже и мечта я могу там знаете пока чем занимаешься аудио формат включить аудиокнигу послушать конечно уже слабовато я их как бы перерос мне немножко уже поперек горло все это да и вот я не знаю я так скажем отложил все сторонка тибетскую книгу мертвых вы помните я зачитал да но в общем я все даже не вспомнил на библии тоже я там на чтение писаний под записал да я могу же сам всего не упомнить дети пишут богу вы помните тоже то есть детский формат у меня даже есть две сказки и дети пишут богу у михаил дымов да ведь я даже так это по памяти вспоминаю вот труды у меня серьезные остались теперь уже я всем говорился я завтра отсюда уйду туда откуда пришел то моим действительности раньше терзался кто знает мой путь я хотел поделиться с людьми истиной с разных сторон вот эти свои мысли и пока я вот это все не закончил свою миссию как ведь я уже города прошедшем времени я конечно терзался а сейчас я считаю что моя миссия закончена на то что я и продолжаю служение свое но я каждый день готов уже оставить все это добровольно возможно да в связи с ситуацией которые в россии сути мог каждый день посадить и на это я так скажем об этом задумываюсь и к этому готов до свалить отсюда добровольно или насильственной смертью я так скажем готов всегда уже да я свое дело сделал иисус проповедовал тоже три года этого достаточно было да вот чтобы донести истину хотя мы видим что его не поняли и ученики не поняли то что он хотел вам говорить ну или не до конца из хотите ли не в полноте но это мягко скажем на самом деле они почти ничего не поняли это нации признать кто читает евангелие и новый завет то есть апостола как образно и так выражается обобщающие то есть я не и послание апостол в книге вот ведь меня разносит казалось бы ольве толстом нагрю все-таки это мой блог веганах и веганах ресталюкца да я говорю как говорю про путь сейчас тоже пису пишу не часто и меня тоже немножко скучаю разносит наверно хотя я иногда хотя это вряд ли как-то влияет все таки да ну может быть чуть-чуть влияет если об одном этих вещах говоришь у тебя немножко это отстает а вот я сейчас не так часто пишу и хочется обо всех вещах каких-то затронуть вот хотя вы знаете мой формат это все ролики вот часа в основном для меня редкость если там 30 минут это это что-то из ряда вон выходящее да уж про 10-минутные форматы как у многих на ю тубе я вообще молчу вообще не мое у меня он предисловие на 20 минут мы даже до достойчиво практически не добрались да вот переходим теперь я думаю что потихоньку к толстом и вот я я мысль не закончил единственно посмеявся что если я буду читать толстого со своими комментариями то это вот будет похоже на игнать техще лапкина который давал свои комментарии на комментарии феофилакт который комментировал ян златоуст который толковал новые заветы это вот на это будет понимаете похоже потому что лев николаевич толстой мы потихоньку подходим начнем не с его жизни вот через труды немножко к нему подойдем написал очень много он был очень плодовитым написал очень много у него огромное сочинение я молчу про вообще там войну и мир если ты захочешь ведь это сошь его труд но просто войну и мир читать это себя не уважать да сам он говорил я своими словами выражу что самая никчемная и бестолковая и пустая книга которую когда-либо написал это так и есть когда он действительно познал истину достиг так скажем того чего он достиг вот пусть мы всю жизнь совершенствуем так скажем в некоторых вещах да но все-таки вот он сам насколько я знаю я не буду вам точных ссылок давать я не специалист по толстому в том плане знаете как исследовать всю жизнь свою вы знаете специалист по библии вот это уж точно да вот так вот по толстому о чем я сегодня буду говорить и очень важные нюансы отсюда из этого тоже сделаю выводы покажу вот эти моменты наши человеческие что и даже я буду говорить о толстом на том уровне каком я его знаю а я не специалист как нас выражается по толстому да я знаю все равно его очень опосредованно вот и и действительно он он столько написал и так пространно мы с ним очень похожи он писал он писал вот учитаешь как я говорю наверное вот просто очень много очень пространно очень обширно с отклонениями вот с такими вот предисловия по 20 минут поэтому знаете почему я отказался даже от от его чтения книги путь жизни которые что я ну одна из самых его достойных или вот как и как говорится дело даже не тут бывают вещи знаете как апельсин с болтом невозможно сравнить до болт нужен чтобы изделие прикрутить а яблоко нужно чтобы съесть это и вещь бывает несравнимые даже дело не в том что вот какой труд лучше там хуже дело то что ну тебе предложили на выбор или как вот у христалюбца одну пробовать выбер и выбрать да это тяжело но допустим тебя ставят в эти условия вот сам себя поставил условия чтобы прочитать как у льюис я говорю в принципе конечно же и пока мы лиц не не обрели и просто христианство и даже многие застегнут радостью и письма баламута это я бы самых не стал читать хотя свое время их перечитал даже они у него шикарное чувство юмора вот и льюис вообще целиком как минимум можно при у него конечно тоже оказал я помню что я льюиса всего прочел а потом когда стала все больше больше его трудов на русском появляться на порталах да у него полно тоже философских статей и публикации там было и сэктором писал в общем там как у святых отцов на творение по разным темам такие тоже все оказывается тоже там не перечитаешь и по-моему эти стенограммы и радио выступление в общем там это вот мы такие я всех таким я хутирую я не писец но вот сам факт если я писал у меня будет было то же самое я тут выпускал было бы замучились читать да так что это действительно просто невозможно познакомиться и я просто для себя и сколько я знаю я что столзина и может быть я выбрал бы далеко не лучше но с которой я бегло опять же даже знаком я льюиса кстати того же самого клайва стейблзе юиса английского писателя знаю намного лучше то есть получается его жизнь и его трудах ну а жизни может быть одинаково вот а толстого я его я о нем так скажем знаю а вот труды конечно льюисе я намного больше читал возьмите того же самого чем толстого да я как-то один раз на этом же канале кто сейчас смотрит видео я помните я как-то у меня есть ролик там христианское чтиво я назвал я как сейчас помню я немножко сказал как говорится кто вы тоже как бы не там спрашивали кого-то из художки полик порекомендуешь но это да про то я и достоевского там перечислил но знаете с годами я все-таки я тогда все это видео но с годами знаете достоевской вот я в этом роли хочу сказать конечно не чита толстому все таки я есть здесь сейчас говорю не о художественных дарованиях не а не а даже и ажи и а жизни во первых кстати слушайте сравните жизнь толстого достоевского достоевский это такой знаете он хоть и не наркоман вроде не алкоголик но вот это его игромания вот это его сексуальная озабоченность где он там за каждой юбкой бегал вот это вот какая-то его психанутости нервозность вот знаете вот такая вот его как гене они все такие чеканутые ну вы знаете даст и достоевский вызывает чувство такого человека с которым до общаться будет очень тяжело такой вот про творчество достоевского в плане я всем говорила слушать попробуйте просто прочитать достоевского хотя бы одну книгу и просто это просто гербули какие-то у него гениальные цитаты да когда его труды там из них цитаты нарезали до цвета ты более-менее легко читаются если никто скажем мудрость от понятно вот но читать его труды в полноте очень тяжело вот как камни в губ в рот наберешь и пытаешься что-то там пережевывать или четко могут сказать над ним не зря по некрасов угорал что как он вообще может считаться писателем как вообще приняли там куда-то принимали там в этих союз писатель не принимали не знаю но действительно я не знаю у него вот литературного вы сравните с льюисом я уж я толстого так как я толстого тоже вот честно меня толстом литературным я войну и мир там школе только краткий пересказ читал вот я говорю я совсем немного его вещей вообще знаю вот льюисы да я могу сравнить с льюисом но это вообще это рядом не стоит это возьмите маяковского и пушкина себя говорил слушать и но пушкина это просто гениальный талант в плане вот тут как вот у нее течет знаете его его заучивать у тебя строка сама за строкой бежит узнает как будто тебя с горы со снежной вот скатили ледышки как мы катались в детстве на горах как там остановиться все ты мало тушь на скользкой тут по прямой то можно кататься на этих раскатанных когда лед на дороге а уж еще с горки все понятно твой путь только вниз а читаешь маяковского я просто все по я помню по школе стихи когда там чё ты чё там была четверть поэзия стихов 40 что за и за день выучивал там и издавал вот это было вообще просто вот на маяковский этого невозможно так уж и что он писать не умел какие стихи невозможные ритм и в ритм попасть вот поперек горло каждая строка как будто как будто она должна по-другому вот у пушкина прям и полилось как вот прям лети остановиться невозможно настолько все складно ладно у тебя само слово ты даже не знаешь то как будто сам готов придумывать следующую строчку вот это действительно вот льюис достоевский и пушкин маяковский вот такое мое сравнение с толстым даже не будут сравнивать не знаю вот жизнь и мысли слушайте ну конечно достоевский с толстым опять рядом не стоит вся это и достоевского ты знаете евангельская христианская тема несмотря на то что как раз достоевский казалось бы вы знаете я сам себя именую христианином последователем и учеником иисуса бог любительством воплоти хоть и признавая что те бумажка до нас дошли куча искажений неправды и лжи и и не все это дошло до нас да вот и достоевский казалось бы должен мне быть ближе как такой христианин да и в принципе тоже немножко и такой против против противящиеся там православной секте бунтующие как бы высмеивающие отчасти тоже показывающие бредни православной секты но он расчист вот особенно знаете современная жизнь в котором мы с вами живем и сегодня 19 08 2022 года уже полгода расчистской агрессии против украинского народа вот он он такой же расчист вот это его он вот хоть и евангелие знать на зубок это понятно и толстой на зубок знал его и ленин на зубок знал и сталин на зубок знал все они семинарии по заканчивали ну все я так образно говорю многие да разные философ есть и западные такие же и да это ни о чем еще не говорит вот несмотря вот на это вот достоевский он утрошист вот эта вот тема люби ближнего и ненавидь врага его это живот пропитывает все его вот творчество он и он не ушел далеко он так ничего не понял вот все что его клинит от на любовь ближнего вот все аль ближний это еврей как вот было как иисус горит ветхом завете так вот и у достоевского ничего не понимает вот это россии россии вот его как заклинило на это ничего это мир к добру не приведет он он не познал истину именно поэт миром бухал курил блудил на именно поэтому достойная какая жизнь такие мысли достоевский недалекие вот хоть вы можете там чем не говорить вот именно жизнь человека и вот это его творчество вот и особенно знаете одно дело художка да там идиот я мне я согласен идиот что инкранизации хорошие получается ну и в принципе в тексте да он как бы в этом идиоте христа показал да у него есть но когда ты знаешь и другие его мысли в письмах в дневниках вот или даже в этой художке находишь вот это все отражение его мысли его взглядов да то за голову берешься благодаря таким вот эти вот расисты и да и появляются это очень важно тоже тем более для кого он авторитетом является толстой конечно красавчик я сразу скажу что толстой давайте я все-таки закончу вот эти мысли они пусть как уже это не предисловие ты я все-таки говорю не просто так я у меня у этого ролика это не не ролик посвященный биографии толстого если кто-то на него попал случайно ютубе думаешь много чего толстому знает я конечно извините хляюсь ролик не об этом да ты именно мой взгляд и прежде чем его выразить я вот так много подвожу и вот по поводу толстого и вот я уже начал это рассказывать предысторию что это именно из общения с вами у нас получилось я вани стал говорить что вот как бы ну вот он же вечную жизнь как батаре цаи ты это очень да несмотря на то что в любви я не знаю как вот построить свою правильную беседу буду строить как строится да да любви толстой конечно я говорю и достоевский вообще не читает он много правильно говорит во первых он веган викториан сейчас об этом поговорим никто не знает до конца и одно ли это слово тогда обозначало было ли тогда такое разделение вот этот вот его пацифизма любовь ближним вы в врагам да вот это его принципе праведная жизнь плотская да не пил не курил образно говоря там до трудился все время собственными руками в отличие от достоевского который я говорю там одну книжку напишет и бухает там годами до и пропевает все и проигрывает и мертвы там блудит на право и налево будучи женатым обещаясь верной жизни вот царям всю задницу тоже то 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 вы скажи ты отсидел ты я знаю что он в ссылке все понятно там что они сидел но потом то он тоже подлизывал он с годами стал ого-го каким до подлезоном это важный момент толстой не такой вот и вот любви и о свободе у толстого истинно я сейчас сразу дам основу до сотку истинно мало кто случайно попал на эти видео мои вот истина в чем что мы бог я все вы образ и подобие его все бытие его природа животные все бессмертно все вечно раз все она свободна бог мы все вокруг именно свободно ну вечную мы жизнь не избираем она просто есть мы живем в временной матрице смерти лишь для познания этой истины по через это проще она познается вот и все и познаются добро и зло крак крайней степени как убийство уничтожения вот она просто есть хотим от никого не хотим и даже не свободно отречься отца от вечности и от выбора и и вот и свобода любовь и вечная жизнь да вот что такое истина любовь понимал толстой понимал свободу понимал понимал все это описывал да обо всем этом говорил проповедовал да и вот с вечной жизнью я иване сказал что как вот он половину теряет да потому что я как христианин и вообще проповедник истины говорю что без словами апостола павла до которого это стал стоит и знал тоже безупречный и всю библию да действительно хорошо знал но уже прекрасно знал слова апостола павла что мы проповедуем христа распятый воскресшего то есть вечную жизнь это очень важно да без вечной жизни он говорил если мы завтра умрем то ешь пи веселись душа моя тоже слова из нового завета вот и все это же место апостол апостол павла первое послание коринфянам 16 глава 15 глава посвященная вся теме воскресения да из мертвых иисуса и всех вот если горит это не так если горит меня червяки сажут как мой папа выражается то все бессмысленно бессмысленно даже разговора добре из линии горешь о том чтобы быть или не быть добра даже сами разговор уже бессмысленно все равно никого ничего не будет все это очень важно нет ответственности да это тоже очень важно вот все значит я читая коран и говоря о мусульманстве об исламе всегда говорил что у них только есть одна правильная вещь одна правильная вещь они говорят о вечной жизни так скажем ответственности за свою жизнь о суде да это важно да молодцы это единственный плюс который может им писать об этом же говорит иудаизм на основе которого они построены и христианство они все это по-своему извратили вот но все остальное да они хоть и говорят об ответственности за добрые и злые дела но говорю когда разбираешься что в исламе доброе а что злое понимаешь что к сожалению за те добрые дела не красоту будут жариться за те злые как раз бы да как раз бы в рай можно было попасть вот уж добрым оказывается убей животное убей человека до попадешь в рай но это не так ты пойдешь как раз наоборот ваты и наоборот не делав это защищая это ты как раз попадаешь врать то есть не все перевернуто вот и я вот войн сказал что и как бы большой минус да большой минус жить без этого и и как бы и личного счастья это никогда полноты не обретешь вот и и и твоим убеждением будет слабая основа если вообще будет завтра ты можешь свалиться без вечной жизни а знание вечной жизни тебе хорошая подпорку дает вот и мы с ним поговорили говорю у меня там начало одну ссылку сбросил у правда немножко не не в связке я решил сам опять вспомнить а я ему грустно слушаю я убежден что толстого он говорит а у меня села начал говорить да нет он как бы признает вечную жизнь я думаю да нет я был я всегда убежден был что-то не так немножко покорил поковырявшись в гугле да я я был поражен я вам сейчас скажу я сам сбросил эти ссылки на 2 на 2 странице в интернете я если не забуду в описании дам ссылку на которую я сегодня буду вам зачитывать ой не сегодня а вот думаю куда что-то ролик получится вот это следующее видео будет об этом и да не в этом видео а там я уже буду давать вот о вечной жизни и сегодня не просто так рассказываю чтобы тоже когда вы будете на вечной жизни мы все это уже не будет сказано да там уже конкретно почитаем поговорим взгляд толстого но кратко резюме с ним хочу дать это очень важно и почему я говорю это вот именно о толстом будет и говорить о том чем я хотел и сказать и вот подать его такой образ да я когда сам ты все стал читать я своим глазам не верю ну и ваня сбросил они посмотрел как на видишь всем совестно ошибаться тебе на я на его не ответил что я как бы не дело не в моей ошибке я легко признаю ошибки грехи и следа отыкаюсь творю плоды достойной покаяния уже никогда этого не делал дело не в моей ошибке дело во первых в обмане которым я был подвержен и сейчас все это я вам покажу объясню мне легко было признать просто я хочу чтобы делал не просто как он формально признание а в понимании мой взгляд на толстого я хочу как раз это показать на своем примере мой взгляд на толстого ложный взгляд вот как конкретно этой темы да я по христианству знал как он за любовь топит все да и никто бы меня не поколебал но так как у я мало сталкиваться с этим вопросом мы я думал что вот он кого так смерти относится прочитав то что я прочитал а там просто были выборки ну кто-то за меня потрудился так скажем да вот и там прям выборка ссылками на все его труды вот прям выборка и о вечной жизни я вообще обалдел что я прочитал оказалось толстой полностью признать почему я и откуда я сделал и я села вот ванит сбросил а потом еще поковырялся на следующий день думаю я не может просто так затупить да и вот сейчас я вам прочитаю уже другую статью извините за такой формат это сайта с некого я просто я беру за основание тут куча рекламы что-то выскочит не принимайте близко к сердцу я так чуть при все немножко криво и так приблизил чтобы там лишняя реклама не мигал по каналу я хочу прочитать вам просто некоторую статейку мне она понравилась и я на основе в нее просто скажу и она так называется я так загуглил отрицал ли лев толстой загробную жизнь я думаю же не просто так как придумал да вот ну и читаем лев николаевич толстой отказался от связи христианство с ветхим заветом с ветхим заветом он вычеркнул все строфы а чудеса его евангелие кто знает он как бы свое такое евангелие писал с комментариями да я сюда об этом вот поговорю я его евангелие кончается смертью иисуса на кресте дальнейшие евангельские строфы о погребении о воскресении о явлении апостола и воснесении были вычеркнуты толстым как противоречащий разумному пониманию запомните это да раз зафиксировали толстой в своем ответе синоду по поводу его отлучения церкви православной секты его якобы отлучила да хотя он не особо ты там не был прихожанин и причащался но вот она решила его как известного человека отлучить да вот чтобы другим неповадно было если разуметь его ответ дал там свой ответ написал если разуметь загробную жизнь смысле пришествия ада с вечными мучениями дьяволами и рая постоянного блаженства то совершенно справедливо что я не признаю такой загробной жизни но жизнь вечную и возмездие здесь и везде теперь и всегда признаю до такой степени что стоя по своим годам на краю гроба часто должен делать усилия чтобы не желать плотской смерти то есть рождение к новой жизни и верю что всякий добрый поступок увеличивает истинное благо моей вечной жизни и злой поступок уменьшает его замудрена немного фраза мы с вами об этом я просто вам зачитываю сейчас я не буду распыляться кто захочет посмотреть следующее видео напишите мне что под этим видео потому что может я через какое-то время напишу было бы хорошо в этом ролике дать пересылку вот на следующее видео загробной жизни чтобы никто его не искал в принципе на канале есть поиск по каналу кто знает на ю тубе всегда можно найти там что-нибудь толстой о вечной жизни да николай бердяев писал мы ничего не смеем сказать о последней тайне его окончательных отношений к церкви ну толстого да я бердяев это кто знает некий там философ славянофил да я не хочу сегодня о нем говорить все там тоже шайка лейка я их вообще к ним особо не хорошо как раз отношусь до а последней тайне его окончательных отношений к церкви о том что совершилось с ним в часть в час смерти по человечеству же мы знаем что своей критикой своими исканиями своей жизнью толстой пробуждал мир религиозно заснувший и омертвевший без толстовской критики и толстовского искания мы были бы хуже и проснулись бы позже без льва толстого не стал бы так острый вопрос о жизненном они риторическом значение христианство ветхозаветная правда толстого нужно было и залгавшемуся христианскому миру знаем мы также что без толстого россия немыслимой что россия не может от него отказаться но вот это все про россию не зря бердяев да мы любим льва толстого как родину перед смертью толстой стал странником оторвался от земли который был прикован всей тяжестью быта под конец жизни великий старик вернулся к мистики мистические ноты звучат сильнее и заглушать его рационализм он готовился к последнему перевороту здесь словом и мистика не немножко неправильно и ну бердяев так писал здесь подражается все-таки духовность не на путь хотя бердяев еще тот тоже да ну здесь подмистика это он так выразился слова до помета то что духовная стала толстого естественно к старость слава богу точнее не естественно у многих по-разному есть кого без в ребро до седина в бороду кожные джинсы дискотеки кожные штаны дискотека нету толстого было все правильно и он действительно стал вот именно даже от всех тех плотских вещей все это земельки там труда он стал тоже отходить и действительно стал все более духовным но это естественно должно в старости происходить особенно у людей разумных но вот некоторых далеко так не просьбу многих точнее к сожалению людей на земле так не происходит в определении же святейшего синода 20 до 2 февраля 1901 года четко записано что лев тостой не признает загробной жизни я вы уже понимаете откуда я все это нахапал кто не в курсе я три года искренне со всей душой со всеми помышлениями всем как написано люби бога до всем телом всей душой все мыслями всем сердцем я со всей искренностью три года отдался православию практиковал его исследовал я думаю уже понимать о чем я сейчас буду говорить да именно поэтому я и решил то я практиковал и альве толстом я очень часто слышал именно помимо того что я много читал да вот этих всех древних философов современных там вот эти бердяевых я тоже все чуть по чуть там поизучал вот русских нерусских евро все религиозную литературу всю художество изучал я и конечно же слушал смотрел уже тогда youtube стал развиваться активно данная уже много русскоязычного контента стал появляться проповедников я много чего тоже слушал вот откуда я всего нахватался то же да неправды лжи яда этого православной секты что лев толстой не признают загробной жизни сейчас я дочитаю уже и скажу в принципе чуть-чуть осталось сам лев же толстой думал что основа всего того что он знал о себе и о всем мире есть то особенное отношение к миру в котором он находился и вследствие которого он видел другие существа находящийся в своем особенном отношении к миру мое же особенное отношение к миру установилась не в этой жизни и началось не с моим телом и не с рядом последовательных во времени сознания и потому может уничтожиться мое тело связанное в одном моим временном сознании может уничтожиться и самое мое временное сознание но не может уничтожиться то мое особенное отношения к миру составляющие мое особенное я из которого создалось для меня все что есть она не может уничтожиться потому что она только и есть если бы его не было я бы не знал гряд гряда своих последовательных сознаний не знал бы своего тела не знал бы своей и никакой другой жизни и потому уничтожение тела и сознание не может служить признаком уничтожения моего собственного отношения к миру ну мое высшее я которое началось и возникло не в этой жизни я так уж не удержался фразку бросил об этом мы не будем говорить я всю статью прочел ради чего ради вот этого абзаца который я вам еще раз прочитаю в определении же святейшего синода от 20 до 2 февраля 1901 года четко записано что лев толстой не признает загробной жизни и я сам не сталкиваясь в том что я читал у льва толстого сам лично или вот таких его мнениях чих-то так как я действительно не видел такой часто про не или вообще не видел про не как а вечной жизни какие-то вопросы как-то да и я и тогда и все это все это видите течение обстоятельства жизни это попало на мой период жизни когда я практиковал православную секту до будучи адептом хотя был только по плоти в душе я в ней не был ну как я говорю искренно все дело но ты все меня там отвращала вот хотя искренне ну конечно сот зацепила за туда даже затянуло вот но потом легко от этого избавился потому что там одна ложь грязь и тьма и нет там просвета вот жизнь моя на толстого в этом плане очень похожи да вот и все что он говорит я с ним абсолютно согласен вот толстой по причастие есть не труден там при над причастием глумится так кто знает у меня есть плейлисты причастия может там не глумлюсь но говорю я подобные вещи конечно и кто знает на выражение что вот именно православные католические то есть ортодоксальные секты так называемые псевдо христианские их называют я их так называю булкобожниками это очень важно тоже хотите это кощунство называть как угодно и просто правда это булка божники иисус это не булка бог это не булка и хоть вы там ее привел причащайте да приложитесь и духа святого хоть нет она булка остается булкой вы от этого не святее ни грешнее не становитесь это бред не человеческий иисус этому не учил это извращение его символических слов которые недалекие люди просто не понимают вот и все вот это просто я его не хотел я ему вчера не стал так подробно отвечать вот я надеюсь он тоже понял откуда у меня и дело не в моей ошибки а аж и я просто так же подвергся ложной информации вот и все и и и и к чему я хочу дальше вам мы еще в толстом сейчас вернемся я хочу на этом просто зафиксировать одну мысль на конечно этом канале о проповеди вообще когда я говорю кто знает мне есть отдельный плейлист даже про историю записал краткой истории человечества назвал потом как-то еще кто хочет посмотрите есть ролик такой тоже глубокий полный это предание бредание его назвал да вот там я четко показал вот этой вот это лживая вот православия на все католицизм они все пропитаны ложью ну как и протестантизм да вот их не утверждение что якобы православная секта свое учение основывает на предание святых отцов на единогласном или на у них про там какой принцип демократии очень странно действует даже на 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 мнение по какому-то вопросу большинства святых отцов да как говорили древние мудрецы если ты согласен с большинством подумай в чем-то не прав иисус один против всего иудаизма восстал да и ничего вот это какой-то бред но это ладно это одно из бредятин другое бредятин я показывал я тогда показал на своем примере тем более я все это делаю и я показал что если вы посмотрите на современное сохранившееся и сейчас доступное каждому каждому сейчас нельзя отмазаться предание так называемые ортодоксальные хотя бы секты даже до первого тысячелетия первого тысячелетия до 1 до разделения православия с католиками официального 1000 какого там сорок девятого года 50 вершин за пятьдесят первые забываю как он 49 51 где тогда когда уже официально не друг другу плюнули в рожи до и расстались вот возьмите хотя бы предание этой ортодоксальной секты хотя формально на 6 века они там уже не зависели друг от друга рим и византия так называемая вот вы только кто-нибудь покажите мне человека который способен прочитать труды всех православных святых ну в ортодоксальных католик протестант у них единые святые до этого тысячи лет покажите мне хоть одного человека способного чисто физически кем скажу такого человека ими никогда не покажите вопрос не существует потому что переложив на часы все что оставлено уже зафиксировано передано переписано все существует библиотеках откройте не знаю один из самых известных ну или двух там предания как говорю как русскоязычный у нас там есть портал предания есть азбука так называемая сеть православные вы только там откройте и просто бегло прибежит я в том видео в бреда не все это показывал более подробно рассказывал сейчас так вкратце все равно хочется сказать времечко еще есть только 50 минут всего лишь 50 минут набежал вот и я там показывал что ни один человек не способен физически уже изучить это это предание если вы переложите это на часы всех должны есть не пить и прожить несколько десятков жизни и читать сутками не работает нигде не трудиться и не спать не есть это невозможно физически я говорил что никто не способен даже изучить одни труды там так называемых великих каких-нибудь святителей там и она златоуста и василия великого григория низко с григорием богословом возьмите этих четырех хотя бы вы никогда в жизни уже до присылку пить и если мне вдруг за их не что вы сможете я узнаете как так как на весы бросаю там ефрема сирина я знаю какие там объем чеки да вы просто под тяжестью просто рухните вся ваша вот это вот я смогу я ну давай расскажешь мне потом начни хотя бы сама златоуста я посмотрю осилишь ли ты все труды и она златоуста чтобы говорить от имени этих людей тогда говорил и тогда говорил что все эти бредни вот таких как осипов там профессора все эти ткачевы все эти богохульники да и и же с ними все эти папы и профессора все это брехуны и лгуны я за свои слова отвечаю говорю публично и был бы рад чтобы эти о ком я говорю их услышали они никто не способен и никогда не изучал и не изучит полного собрания сочинений этих святых они от их имени к даже говорить не имеет права вы можете их процитировать но говорить что это истина вы никогда их не читали целиком никогда не прочтете тем более вы не можете говорить что из какой-то учение православной секты основанной на трудах святых отцов вы их никогда никто не читал в полноте вы знать не знаете я даже сейчас почему то опять так эти темы поднимаю как видите казалось бы ролик льва толстому здесь очень глубокий тем я пять которых других просто на примере вот этом показываю вот смотрите моя мое заблуждение из-за лживой информации я не стал глубоко ковырять православная сект сказала что там толстой мне как-то не особо лежала я говорю у него тоже очень много и как-то не заходил он мне не знаю я говорю я вот узнал его житие всегда обычно я люблю я люблю фильмы автобиа биографичные очень всегда я люблю ну вот почитать биографии нереальные люди всегда в нереально жизнь все было интересно я люблю такие фильмы там основан на реальных событиях вот документальные там фильмы да и вот это да я толстом там почитала жизни я много знаю да и вот это все сколько мог тоже там наверняка и много больше исследователей авторов которые пишут да вот ну какие тоже такие официальные источники я тогда вот показал слушатель и тогда я говорил когда услышали его проповедника меня в частности это уже я говорю не важно что я через себя какую информацию пропустил это говорю я вы знаете вот это вот позиция таких как осипов там и все это это говорит о том что это безответственные люди абсолютно они кстати тем сам снимаются ответственность он так все время говорит ведь не я не я я лишь только передаю святых отцов ничего ты не передаешь все что ты уже сказал все что из твоего рта вылетела твое и ты за это даешь отчет это ты их так через себя пропустил и вот это все выпулил это вот это православная секта заклеймила толстого до не верующих загробную жизни это абсолютно не так в следующем ролике в этом убедимся и убедитесь я в этом сегодня вас убеждать и доказывать не буду для этого и следующее видео будет записано где мы с вами уже изборочно лишь чтобы убедиться почитаем кто захочет может там в оригинале в полноте его творение хоть читать вот но мы действительно просто нашел хороший тоже статейку где вот все это тоже называется у меня сейчас не открыто ладно там как раз тоже простоя то есть кто-то за меня потрудился слава богу и мы сможем просто воспользоваться им трудами там все ссылками на конкретное издание как и на библию то есть такое-то издание такая страница все пожалуйста можете любой любой найти информацию такой статья и так далее вот оказывается это оказалось полной ложью вот это очень важно я вот это сегодня хотел опять вот такого показать теперь уже перейдем до глазами вегана христолюбца теперь я на этом видите как я сколько подводил чтобы вы поняли и чтобы этот ролик правильно понять это лев толстой глазами вегана христолюбца это не лев толстой я не знаю его вы не знаете его никто его не знает даже если вы все прочтете какие только есть жития кем только оставлены там воспоминания его знакомых еще кого-то там друзей исследований писатели но опять же они будут исследовать на каких-то там трудах о свидетельствах кто оставил какие-то свои мнения о толстом да кто вживую видел это даже кто кто оставляет о толстом культ свое мнение человек может раз сто лет к нему там приехал два дня пообщался чайку попил поговорили все он там говорит что-то о толстом что он знает его душу знает всю его жизнь мы каждого человека каждый видим только со своей стороны с какой-то да есть общие мысли согласны но вы не можете ручаться что вот это вот он этого то что я вам говорю на сто процентов да какие-то вещи уже такие грубые объемлющие формируются любом человеке но это как мы видим вам могут нагло рвать у нас с этим в мире лежащим возле нет проблем ибо его отец дьявол лжеца отец лжи это очень важно это все понимать всегда явно здесь вот в этом я надеюсь вам сегодня убедил пока он может поверить что увидеть что до толстой не вечную жизнь исповедовал проповедовала вот секта православная сказал что он не признает это очень важно да вот так что вот так вот и по поводу давайте толстого я уже дам краткого такой вот отсылку свою о нем как о человеке его трудах как игру который я не читал может сказать да что потом возможно я запишу ну как минимум три видео но по смерти жизни готовы я бы записал меня любви было бы неплохо конечно действительно толстой был и пацифистов вы знаете я полез когда вот тоже вот толстой давайте ладно не прыгать давайте по порядку да тогда все переходим по толстому уже как по личности в принципе я вам все сказал действительно я изучав его я не знаю многое там знаний много его как всегда понятно знаете враги домашние кто скажет ой да он свою семью не любит билл получается стал в себе уходить жена там бедная вся в терзаниях его тоже чуть не в психушку или положить да я сам такой кто знает у меня сложные отношения с близкими да вот поэтому это как раз не показатель не любви поэтому я все что знаю о жизни толстого мне близко мне тепло на сердце вот я считаю что толстой действительно толстой как раз христианин в отличие того самого достоевского вот это точно и от многих и от 100 процентов религиозных сектантов православных католиков протестантов вот это действительно так он не называется якобы даже отрицает все вот это религиозную секту он действительно жил по заповедям христа он на горную проповедь считал идеалом совершенства человеческой жизни это тоже очень важно да вот поэтому по житию толстого я могу сказать что человек мне приятен неприятен я одобряю я считаю что человек будет в небесном царстве вот это однозначно по своей жизни вот по свободе я уже тоже не буду я не знаю игру если понять я хотел бы вот как папа папа по вечной жизни видите хорошая статейка нашлась если у меня появится желание может быть вами мечет накидает хотя я ему сам эти статьи потом стало сбрасывал мне такой материал найдет вот если что-то будет выборочно свободе я как-то найду и туда роль будет еще о свободе да по плоти и по духу но в его речах это конечно же слышно да и третье видео конечно же будет о любви но любовь вы знаете одна а предметов ее любви дел любви много и конечно же уж у толстого как минимум можно разделить первое любовь к природе вот просто если я найду где-нибудь материалы хорошие то же сам я говорю вам я не способен изучить я к чему еще подводил подводил но я об этом уже говорил я еще расскажу льва николаевич толстого все загуглите стока и так обширно и у меня просто же нет особого никакого желания и 2 дошли появится желание к сожалению у нее настолько вот если евангелие я все говорю слушайте евангелие книжка читается в два часа дошель который читает раз два три пять десять раз жизни евангелия ему самому становится скучно он пытается что-то еще искать с удовольствием читать толкование слушать кого-то потому что ну книжка маленькая всех начинает алчить и жаждет да еще 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 вот человек который вам услышку раскроет от евангелия который что-то открыто понимает видит да может быть помнит из тех времен да то есть вот такая история то с толстым так не прокатит да если мне его читать с комментариями как я делаю ну не знаю это надо от большого безделия пока у меня еще есть другие планы и может быть если когда-то дойду до такого что мне во-первых и во-первых тут есть причина внутренняя игру когда ты сам доходишь до полноты истины как вот они все есть что я толстого конечно же дошедшим до до познания и в слове и в деле вот ты просто тебя перхирует и как-то становится скучно плюс там может какие-то быть разногласия тебе становится просто уже ну поперек горла да поэтому не как-то с вот веру к моей такой такой буква ецкой что ли ученическая деятельность когда я вот прям читаю как учитель по указке да папа 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 по доске вожу показывать что-то рассказываю мне как-то это уже становится вот не знаю насколько пока я еще это делаю у меня на библии еще висит книга иова я обязательно ее заделаю и у меня точно есть алхимик кто знает по лака или вот как раз художка это однозначно я хочу прочитать да вот это вот как минимум да ну плюс сейчас матфея пишу вот дальше я говорил как бы книгу мертвых я там сделал вот льюиса толстого уже под большим вопросом не знаю это должно быть много свободного времени желания но если все иссякнет и у меня будет муж порыв может у меня действительно появится я не знаю если я еще вообще буду ходить по этой грешной земле лежащей возле да то может быть но не знаю сколько шансов даже не буду вам говорить не 50 на 50 не 90 на 10 не знаю и вот по поэтому за толстого так вот за и за его по поводу жизни вечно уже все сказал свободе если тоже будет и о любви конечно же природа раз я из того что я знаю конечно же не зря он сам с удовольствием трудился и любил землю природу нравилось вот именно питаться от природы все вот это не зря он во все это ушел будучи богатым дворянином да богатым человеком вот сам стал все эти как бы как говорится дружина создавать колхоз как вот только не будучи начальником а сам и целыми днями там трудясь это очень важно вот любовь к животным вот и живой пример вот веган или вегетарианец толстой я убежден что он веган да вот и более того вроде как все равно вот загаришь ты вот кто знает вот вегетарианство и веган это слово когда появилась у меня сейчас накидаете кто веган особенно там кин статьи но это все опять вот мы что-то читаем еще доверяем этому кто на самом деле вот толстую как употреблял или о нем кто мы знаем эти детства вот он о чем говорил это очень важно я убежден что толстой был по нынешним если меркам выражать современным языком он был веганом то есть он полностью отрицал убийство любой эксплуатации животных что он топил в отличие от зожников что очень важно именно любви к животным а соответственно я прекрасно понимаю что никогда бы его не убил не только из-за куска мяса но никогда бы не убил там из-за шкуры из-за опытов экспериментов не стал бы эксплуатировать привязанную даже там собаку чтобы она там что-то там целыми днями только лаял и сидела там да то есть когда он говорит о любви действительно золото что он веган но опять же вы знаете я не знаю сколько там не материала я когда к пути жизни обратился думал он хотя бы думаю весь путь жизни там нереально его зачитывать там столько всего это такой труд его книга да да ну хотя бы о веганстве ладно запишу слушать я посмотрел там о веганстве наоборот вот столько оказался я чуть даже и так написано может где-то еще у него есть но то что в пути жизни о вегетарианстве о веганстве любви к животным не цел там у него как книжки писал как вот ну как я тоже отчасти знаете все по полочкам там разлож как я плейлисты и темы какие-то там же выделена эта тема но не знаю там настолько мелко и кратко я чуть даже отложил этот момент думал да ладно я уж так всего по веганству тоже сказал сделал это уже ничего не даст можешь когда не доберусь но там как-то тоже вяленько скучно и чет как-то я не знаю я прочитал сам учет как-то у меня даже не не появилась прям пары вот делать вот но если уж доберусь конечно же вот я любовь его я поделю как у меня на каналах вы знаете на разные так скажем объекты любви на разные сферы любви да вот любовь к людям естественно до любовь ближним правильная как надо там кроссинку друзьям насколько я по нему вот именно он все пришел понимал что родственная этот любовь да как раз очень любит многие с ненасаться как раз людей не делил на своих и плохих до любовь ближним естественно то есть человек вообще посторонний просто на пути жизни твои встречающимся нуждающимся обязательно помогать все это хорошо у него там великолепно сказано и любовь врага возьмите его пацифизм настоящий искренний пацифизм вот не тот который пацифизм да я пацифизм но если меня напали я пошел рубить как я в украине украинцы в принципе тоже укоряют да вот пацифизм должен быть не только вот здесь у христолюбцев в россии для расистов убеждать оружие сложить нет пациент может быть на стороне и украинцев пацифизм когда они складывают это оружие перед расистами точно так же как русские должны будут сложить как я и говорю что я буду всем проповедовать и кричать во все горло если там как говорят китай или америка на нападет на россии на русских до пацифизм он пацифизм да это не носили эту ахимсу первую ступень восточных учений буддизма йоги естественно толстой все признавал это здорово вот это очень важно это есть любовь к врагам до принести себя в жертву вот это да когда тебя гонят за веру все об этом толстой говорил до цитировал говорил все эти вещи так что вот так вот поэтому по всему этому конечно же толстой красавчик чем красавчик и ничто вообще в россии вот этой нас ведь стан со всеми философским корпусами я даже не буду вам их не фамилии многими о чем не скажут перечислять вот из этой художки вы знаете всех кого вы знаете знаменитый так называемой фамилии что от поэтов что писатели там даже те же сам кто же сам пушкин вы знаете они далеко отстоят от святой жизни я скажу что толстой на пьедестале по крайней мере в моем видении вот среди русских кого я знаю писатели поэтов всех вот этих художников даже могу сюда музыкантов наверно музыкантов как ты не знаю я тем более классическую музыку как-то не очень вот никак я люблю я люблю все я люблю все красиво это это все что мне нравится это в моем понимать то красота кто знает да просто мне нравится да ну поэтому я просто даже ты хоть одного музыканта знаешь композитор там кунь 19 века явно меня отвечу да я просто музыки отношусь я просто слушаю мне нравится и не нравится я там могу не запоминать никому не важно кто это написал то вот вот толстой действительно по образу жизни вот и и достаточно того что я уже читал я знаю у меня на первом месте в познании стены в познавшим истину действительно и словом и делал в реальной жизни воплощал вот такой молнии я влюбил я вам его как быть в свободе слова тоже бездоказательно убедиться в этом вы можете только почитав его труды как вы будете выбирать с каких начинают почему я говорю очень много очень тяжело как и нами в моих видео ковыряться тоже к тому то кому тоже разбираться тяжко да вот поэтому что могу сказать это но и опять это кума мнение на самом деле я его не видел так скажем да не знаю тем более что может где-то я в прошлых реинкарнациях никто не знает может вы кто-то из вас да вот ну ты из того что я знаю мне вот так ведь я могу сам дорисовывать его образ вы же поймите вот ими и как я могу о нем рассуждать если я говорю я даже не перечитывал все это даже не могу судить о нем по его мыслям потому что и мне нет возможности и желания сейчас и их так глубоко изучать вот и все поэтому это лишь мое мнение о моем толстом о том образе которого в моей голове это очень важно это очень важно вообще в жизни по ней единственное что в жизни так скажем сущность на истинный и и и и и и как сказать не подлежит ничего это константы это правда это истина знаете несмотря на то что все как говорится я хотел ролик может запишу . на днях мы об этом в общем то говорю сюда субъективное объективное да это все выскажет все субъективно как истинные папу в этом пытается переубедить что там истины не существует да и все субъективно до слияние буду говорить нет истине субъективно любовь свободы вечная жизнь она просто есть очень важные вещи понять тут не нужны знания это моя природа это не надо ни у день не учиться ничего не читать я вечен и на самом деле я это знаю я свободен я об этом тоже знаю и я понимаю на небольшом практике или опыте личной жизни что такое добро что такое зло и что добро доставляет мне радость счастья когда меня гладит по головке я когда-то кого-то глажу и не доставляет боль и страдание на самом деле что я кого-то бью унижаю насилую граблю убиваю что меня это все доступно любому человеку в любой ситуации жизни то есть без без зависимости при привязке к внешнему обстоятельства это все очень важно это доступны познание каждому познание богу познание истины поэтому они не субъективны она объективна истинно мы все в ней живем и она в нас это бог это любовь свободы вечная жизнь вот так вот поэтому и про толстого тоже даже звание мне как бы пытается так скажем чтобы я толстым был лучше мне недоянем и так не сам плохом и я говорю все вот эти вещи даже вот я ошибался единственное просто это как бы плохо я боят как бы дальше могу нести тем более там оба являясь проповедником человеком медийным хоть и маленьким но все равно меня 100 человек послушала велись в заблуждение вот в этом смысле так понесли вот вот это очень важно тоже да поэтому здесь я оговариваюсь но это знание не путайте знания и так скажем мудрость по антони великому доброта все что в жизни главный человек достигнуть истины достигнуть полноты совершенства в любви вечен ты по природе свободен ты по природе даже твой отказ от свободы нежелание чего-нибудь познавать это уже свобода вот как-то воспользоваться свободой кем ты станешь богом или дьяволом любовью или ненавистью это зависит только от тебя вот и на твоя свобода и желание и воли вот и все и поэтому и просто вот спорить об этих всех вещах а толстой что-то выяснять что защищать его или наоборот наезжать вот тому же самого не могу могу бы сказать да ты сам ты все целиком читал а может он там где-нибудь вот сказал что не такое противное истине потому что это чё бы ты сам офигел вот вот что он ответит мысли его вопрос просто не задавал но наверняка смотрит это видео может и я могу тебе всегда оставить вот эту это все ли он своих трудах сказал что он думал и что говорил может где-то все ли он оставил нам в наследство может мы что-то не знаем сегодня там в уме копошилась вот такие поэтому все эти вещи игры я как-то я прошел свою жизнь до когда ты достигаешь полноты всем личным примером показывать свидетельствую что это само происходит естественно ты перестаешь опираться на эти авторитеты тебе даже тяжело тебе поперек голос и становится ты становишься как иисус правде сказал сам-сам чел ты питаешься тут и становишься сам источником воды живой все тебе ничего ты можешь впалов просто говорить я еще до этого кто знает давно говорил что да уже на такой высокой ступени так скажем своей жизни я говорил что многие там не конечно за такое богохульство возмущались комментарии что я могу свой евангелий написать а у каждый может написать я его и пишу своим проповеди говоря любви свободе бессмертия каких-то своих примерах в при в применении к современной жизни он сейчас там война с расистами расистами против украинского народа все что на этих примерах я и показываю что вы одни грешники одни праведники как и я в отношении к этой ситуации проявляю себя соответствующие должен и проявляю как мы все должны проявлять да вот в этом святая жизнь в этом евангелий да на каких-то реальных притчах образах примеров современных говорю какие-то доношу мысли да как иисус делал что там кому-то про зерно рассказать если он всю жизнь квартире прожил на земле не знать не знает как огурец растет да очень важно ты ему рассказываешь на примере компьютеров или счетчик кто знает да вот так вот поэтому очень важно все понять истина вообще в простоте когда примете вот эту троицу любовь свободу вечную жизнь вы все обретете всю полноту вот обхватите прямо разовым сейчас может только не поверите и обретете просто нереальное счастье вот так вот вот такой уж ну ведь теперь я переживал роль всего на час десять что такое час десять ничего на это у меня все вот такое мое мнение о толстом я говорю я во всем этом и вообще это не важно как бы что он там что каждый ответит за свою жизнь поэтому игру то же самое к евангелии вы знаете я точно так же отношусь тут сто лет назад толстой в 900 1910 году ушел до а чужа говорить о двухтысячелетней давности или вообще все библии это все очень важно да вот и поэтому как-то разбирать там учение толстого ведь она и смотрите в этой статье я вот теперь эту статью мы прочитали вот что из этого правда да я между что-то прочитаешь его евангелие так называемый но это еще не все он его с одной целью там записывал как бы комментировал он он да он после это как статье это было написано левикой толстой отказался от связи с христианом это дальнейшее явно хистроф о погребении воскресенье явление апостола вознесения были вычеркнуты ну как и все вычеркнул все строфы о чудесах а ведь это него это никто смотрел хоть хоть какие-то мои видео а лучше бы хоть одно чтение хоть одно евангелие самое чтение с комментарий тот знает насколько я всегда показываю что в этих чудесах а на самом деле не просто праздные чудеса иисус добрые дела творил чудным образом в этом проявлялся его и любовь сам добрые дела творил исцелял воскрешал изгонял освобождал от бесов кормил поил оберегал от природных катаклизмов от живот все вы помните да вот он творил добрые дела еще и чудным божественным способом являя в то что он есть бог да по образу которому сотворены и должны быть такими идя по стопам его поэтому отрицать их это тоже это убирать важную часть истины евангелия который нам явилась вот и а толстой от этого ток потерял и мне просто жалко и печально что у него на сердце так не лежал но я знаю что бог на него за это не гневается почему потому что иисус сам сказал всякий кто даже похули цена человеческого толстой далеко не хулил христа да вот он хоть это как биться что-то там убрал но он его не хулил да это простится не простится только хула на дух святого а дух святого толстой не хулил ну в этом можно сказать что-то он хулил как бы тогда жизнь христа бога являвшись плоти отрицал вот эти вещи ну я говорю это все как вот это все поправится да господь его поправит подрихтует действительно его жизнь в добре вы с вами даже из того что мы сегодня прочитали а мы с этим роликом читать что-то давайте его последнюю фразу она тут замудрена мысль у нее намного проще есть мысли вот там и когда будем о жизни смерти его читать очень хорошие мысли очень мне близки такое ощущение что я его словами он моими хватит как хотите да и поэтому уничтожение тела и сознание не может сознание временного здесь говорит я думаю по контексту даже здесь уже видели не может служить признаком уничтожение моего собственного отношения к миру то есть того я того опыта пережитого в этой одной жизни до которое началось и возникло не в этой жизни а нет где же он тут про это ты где правда благо там пишет самое временное ну ладно где-то мы с вами уже помните да про про благо что мое благо увеличивается к этому ну ладно я думаю это заметили нет в следующем видео кому интересно мы об этом уже будем подробно разберемся что чем больше блага и добра я святей становлюсь тема счастья вечная жизнь как может только увеличивается и наоборот все мои грехи все злодеяния только ухудшают мое состояние в загробной жизни получается так что такой такой вот мой видео может до бесконечности говорить кто-то меня по-своему поймет я опять всем говорю древнюю мудрости великих и невеликих малых и старых да я в ответе только за то что я говорю но не зато как вы не понимаете вы слышат я тоже уже в этом в жизни от опыт убедился я говорю одно пытаюсь одну мысль говорит менящие про другое потом пишет вот поэтому что вы услышали как вы восприняли это будет ваш образ меня моего восприятия казалось бы вот я в принципе так свои кратенько мысли передал вот такое видео надеюсь она кому-то будет полезно отрадно назидательно я говорю как минимум одно еще будет может быть будет еще видео альвея николаевича толстого на этом все кому нравится мои видео кому они интересны кто считает что кому-то будет полезным ставьте обязательно лайки чтобы эти ролики лучше продвигались на ю тубе кто-то их увидеть подписывайтесь на канал кто не подписан жмите на колокольчик что получать уведомления новых видео пишите ваши комментарии я все читаю задавайте вопросы я на какие могу имею желание я отвечаю или лично или вот даже видео кто знает ответами такими ну а все тексты вы найдете вся библия у меня есть целиком разные книги вот эти которые читал на моем авторском христианском сайте христолюб.ру ну или по-русски христолюб.рф всех благ и до встречи